Друзья, здравствуйте! Сегодня бы хотелось поговорить о таких интересных котлеях, наверное, самых сложных из всех котлей. Это у котлеях-довианах, наверное, опыт, которому я пришла через много лет. В чем состоит, наверное, мой опыт много потерянных растений, когда я пыталась заводить довианы, сколько я их потеряла, проблема в уходе неправильном. Многие обсуждали, что это в основном часто бывает субстрат. И когда мне рассказывали, что мох для довиан очень хорошо подходит, я, наверное, в это не верила, пока я не пришла к этому сама и не потеряла там где-то десяток довиан своих. И тут недавно мы разговаривали с девочкой-коллекционером Татьяной, и она говорит, объяснила эту позицию, почему же мох. Потому что удовиана имеет очень тонкие корни относительно всех других котлей. И в коре, когда чуть пересыхание, корни начинает она просто сбрасывать. В амхе тоже нужно их уметь выращивать, то есть не доводить мох до состояния хруста, то есть чтобы он не высыхал полностью, но в то же время поддерживая, чтобы он в болоте не стоял. Поэтому для своих личных условий я выбрала довиану растить в амхе, но на дно ложить где-то вот сантиметра 4 архиаты, а сверху кладу мох. Вот этот, чтобы внизу мох долго не держал, не был мокрым, а только был вверху. И можно видеть, что он в таком состоянии, как будто он живой. Но, как я нажимаю, он не мокрый, он просто влажный, и он будет расти. И пересадив свои две страдалицы давианы, это вот эта давиана и вот эта давиана, они были настолько уже усушены и тургор потерян, что я уже думала, как их спасать. И я вот решила все-таки, думаю, ну ладно, если погибнут, так погибнут. И они реально ожили. Здесь появился вот такой вот новый рост. И у этого растения тоже появился новый рост. Там вот, за, тут, бульпой, попробую сейчас показать. Вот, в глубине. Они активно пошли наращивать корни. То есть, вот этот вот номер с выращиванием давиан в амхе, ну, просто идеален для них. У меня есть давиана розита, но я ее покупала подросткам. Здесь она у меня еще сидит в смеси коры и мха. Пока она себя чувствует неплохо, но я ее вот не пересушиваю никогда. Немножко, чуть влажным. Единственное, когда наступает прохладно, я стараюсь, чтобы не переувлажнить растения. Там тоже корни, рост. Поэтому пока не трогаю. Есть у меня еще вот, вот, еще почему такое сделала вывод. Очень многие тайваньцы, вот, посмотрите, какие давианы приходят с Тайвани. Я сейчас ее вытащу и покажу, как они его растят. Вот это все мух. И вот какие активные, хорошие корни идут. В коре они так не растут. Вот такие вот хорошенькие давианы. Даже у меня в продаже еще остались. Но, в общем, не об этом. И есть еще родственники давиан. Это, ну, как родственники давиана, тоже котлеи. Но в плане ухода с такими же проблемами, с такими же тонкими корнями. Это котлеи эльдорадо. Почему тоже такой, наверное, пришел. И также к ним вывод. Тоже, конечно, общение. Все это наше все. Когда я получила котлеи эльдорадо от поставщика от Тайваня. Ну, как обычно, они все выращивают в амхе. Это были просто растения шикарные. В плане налитых бульб, красавицы. Вот я получала растения. Это было, по-моему, в Бразилии АВЗ. И что я вижу? Туберы просто в сухарь. В коре она наращивать корни вообще не хотела. Вот растение сидело, просто гибло. Ну, думаю, ну, пообщались с Татьяной. Я говорю, ну, попробую посадить. То же самое сажу, как давиану. Пошли корни. Налились туберы, потому что это были просто сухари. Может, кто помнит, у меня в продаже они стояли. Вот такой вот рост. Тоже поддерживать мох не болото, а вот в таком вот постоянно влажном состоянии не давать пересыхать. И второе же растение, то это тоже котлей эльдорадо. Та же самая ситуация. Тоже росты пошли наливаться. Бульбочки. Ну, здесь еще пока снаружи корней не видно, но они уже есть, потому что это видно по растению. Ну, вот, собственно, наверное, я таким опытом хотела с вами поделиться. На заднем плане у меня, наверное, близкие к давианам по вредности. Это хардияны. Это гибриды варшевича на давиану. А тут у меня они посажены пополам. Это мох с корой. И тоже чувствует себя неплохо. Здесь вот ростик идет, корни нарастили. Это, по-моему, хардияна white face. А то хардияна другая. Ну, все это покупалось очень давно. Она уже взрослая, с чехлом. Вот, вот, чехол можно видеть. Надеюсь, все-таки зацветет. Тоже достаточно вредная, потому что и варшевичи, и давианы, и котлеи – самые сложные в уходе. Ну, я надеюсь, может, кто-то послушает меня, моего опыта, и посадит свои давианы также. У меня даже давиана осталась тоже. Я себе одну такую оставила. Я тоже самое посадила в мох. И растет все отлично. Но мох, конечно же, я только новозеландский использую. Никакого магазинного, никакого нашего, российского. Почему? Он как бы хорошо там сверху положить все. Но тот мох имеет немножко другую структуру. Он быстро засаливается. Этот все-таки мох дольше служит. Поэтому, если брать, то, конечно, лучше брать его для роста. Ну, видео о опыте. Надеюсь, кому-то будет интересно, кому-то полезно. Пока-пока. Продолжение следует...